Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это впервые за три года Последний велопарад в 2019 проводился Да, последний был в 2019 году Это был седьмой велопарад официальный Скажем так, три года мы его не проводили Потому что у нас были ковидные ограничения И мы ожидаем примерно тысяч человек Потому что в прошлый раз, когда мы проводили Это было где-то 600-800 Мы точную цифру так и не смогли узнать Потому что на 650 у нас закончились номерки Ну в этом-то году побольше заготовить Да, мы сделаем тысячу Но есть вероятность, что может быть и больше Понятно Ну а людям разрешено со своими-то номерками Если что, там как-то, не знаю, бумажку Так себе пришить Да нет, ну номерок, он же памятный Потому что символизирует о том, что человек был Участником Я сам ездил по велопарадам в других городах У меня номерки висят На стенке как бы на память Соответственно, как бы тут ехать со своим номерком Ну, не знаю, мне кажется, просто бессмысленно Не так это приятно будет Да, да Но я хочу напомнить, что велопарад это не велосоревнование То есть номерки даются не для того, чтобы определять, кто приедет первым А для того, чтобы просто понимать, какое количество человек принимало участие в велопараде Как с психологической точки зрения После такого продолжительного перерыва Не просто возвращаться к этому занятию Или вы, что называется, держали себя в томосе Да, мы ждали, когда наконец-то нам разрешат снова провести такого рода мероприятие Единственное, мы, конечно, согласовали его поздно То есть настает всего лишь несколько дней на анонс и на все возможные приготовления Тут надо подчеркнуть, простите, что перебиваю, что администрации согласованы мероприятия Да, да, самое главное, что нам согласовали Но, к сожалению, сделали немножко позже, чем хотели Ну, хотя бы так Вы маршрут с самого начала такой задумывали? И, кстати, давайте расскажем, откуда и куда вы поедете Да, давайте сначала, во сколько мы все-таки собираемся То есть у нас сбор не в 9, у нас сбор с 8 до 9 Мы как раз будем выдавать номера участникам, их записывать И, соответственно, с 9 до 9.30 у нас построение Потому что большое количество лей нужно успеть построить в колонну И в 9.30 мы стартуем А то есть там вы их прям вот уже распределите, кто за кем едет, да? Представьте тысячи человек, как нужно Давайте место быстрее произнесем Да, место мы собираемся у большого глобуса на Воровского Двигаемся мы по улице Воровского до Октябрьского проспекта На Октябрьском проспекте поворачиваем направо и едем до цирка У цирка у нас в финише, там будет культурная программа Полоса Октябрьского проспекта будет перекрыта как раз вот Нечетная сторона или обе полосы будут перекрыты? Я не знаю, чётные-чётные стороны Тиазского проспекта Но, по идее, всё движение колонны То есть на время движения колонны все улицы будут перекрыты Ну, все, в смысле, вот эти две Да, въезды-выезды, да Но это будет верное перекрытие Поэтому не надо бояться автолюбителя, что они там где-то какие-то пробки застрянут Потому что... Верное это как? Проехали велосипедисты, движение сразу же открывает? Да, ну, 9.30 мы стартуем от глобуса Соответственно, первую улицу, большую, крупную, это у нас производство Пересечём где-то в 9.35 и, скорее всего, в 9.40 она уже будет открыта И в последующую улицу, когда мы будем проезжать, сразу же будут открываться Угу У Воровского, соответственно, через мост по путепроводу, да Перекрёстки с Попова, с Урикова, с Чапаева Ну, да, да На всё про всё примерно час, да? Это даже меньше То есть, несмотря на то, что скорость колонны движения там 10-15 км в час У нас всё мероприятие занимает, ну, 30-40 минут Угу Маршрут небольшой, участники не успевают ещё устать И, в принципе, всё быстро проходит В общем, тем автомобилистам, которые увидели сообщение о перекрытии движения На время велопарада, надо сказать, что не весь час будет закрыта улица Воровского Октябрьский проспект, а именно будут Да, часть средств массовой информации В момент движения колонны Преподнести это в таком жёлтом свете, типа, что вот, опять что-то там перекрывает Опять кировские водители будут стоять и ждать Показывать, что вот эти товарищи проедут Нам нужно к этому относиться позитивно, потому что у нас город, к сожалению, беден на какие-то такие массовые хорошие мероприятия У нас пытаются постоянно вынести куда-то за пределы города, либо на стадионы Вот, но мы хотим сохранить хотя бы часть из них, чтобы люди понимали, что город всё-таки не только место, где можно ездить на машине А это место, где просто живут люди, и у них есть свои там планы, цели, задачи в жизни И они их реализуют Поближе к микрофону можно Да, и велопарад это как раз, в первую очередь, повторюсь, не гонка, это просто мероприятие Показать о том, какое количество людей активно пользуется велосипедом в городе И, соответственно, для этих людей нужно что-то создавать То есть, вот, велопарковки, веломаршруты, велоинфраструктура Какие требования предъявляются к участникам мероприятия? Давайте сейчас на этом сосредоточимся Есть ограничения какие-то, да, могут ли дети принимать участие? По транспорту Да, у нас ограничение 12+, это сделано для того, чтобы по опыту прошлых лет Те, кто приезжает совсем с маленькими детьми, там 5-6 лет, они просто очень медленно елут И, к сожалению, начинают отставать Сразу скажу, что если вы начинаете отставать от колонны, вы начинаете отставать слишком сильно То вас попросят просто сойти на тротуар и закончить движение уже по тротуару Чтобы, опять же, не задерживать водителей Да, водителей А кто за этим будет следить, кстати? Сотрудники ГИБДД А, ГИБДД Да, садеба и машин сопровождения и наши маршалы Маршалы? Ну да Помощники, судьи, волонтеры Ну, понимаю В общем, организаторы, да, сторона организаторов 12+, Есть ли какие-то опознавательные приметы? Помимо номерка То есть я помню, что когда велопарады проводились, там, да, были и костюмированные велопарады, я помню Да, у нас будет традиционно конкурс на лучший велокостюм Ага И будет за это приз соответствующий Серьезно? То есть можно приезжать не обязательно в спортивной одежде? Конечно, нет, еще раз, что это не велосоревнование Это велопарад То есть его основная цель показать, сколько людей используют велосипед как транспорт Вы же не каждый день там одеваете спортивную форму, чтобы просто доехать на работу Работать в шакете, в простой обыкновенной одежде И не всегда даже в шлеме Просьбы, рекомендации, что с собой взять участникам Или все на усмотрение самих Все на усмотрение, тут у нас Бутылка с водой обязательно, там, не знаю, защиту Вода, скорее всего, у нас будет Да, раздаваться Ну, шлем это рекомендательный характер Вода рекомендательный характер Самое главное, это исправный велосипед, хорошее настроение Позвать с собой побольше друзей Ну, на случай, если там что-то, хоть непродолжительное достаточно мероприятие Но мало ли что-то там случится в дороге Смогут ли организаторы, ваши коллеги подбежать, как-то там помочь в техническом смысле с велосипедом? Ну, на финише у нас будет два веломеханика, которые, в принципе, не смогут помочь К сожалению, если что-то случится с велосипедом во время движения колонны То придется просто сойти на тротуар и, опять же говорю, продолжить движение уже по тротуару Прийти на финиш, и мы там поможем обязательно В общем, 9, 8 часов даже, 8 часов в воскресенье Большая парковка возле Большого Глобуса Там собираются участники велопарада Там регистрацию, кстати, заранее надо проходить Сейчас хотел сказать, что нам сегодня должны сделать часть номерков из печати И мы, соответственно, у нас на сайте bike-travel.space и в нашей группе ВКонтакте Это анонсируем То есть, скорее всего, у партнеров мы будем уже в пятницу, в субботу Номерки выдавать, чтобы снизить нагрузку на наши девочки, которые будут регистрировать на старте На месте уже То есть можно это сделать заранее, чтобы тоже в очереди не стоять Количество номерков ограничено, тысячи человек, так что надо успеть Рассылались ли какие-то приглашения, ну, как принято называть, VIP-участникам? Да, мы прекрасно помним, первые люди города и области участвовали раньше Им всем весьма раздосланы, но пока что подтверждение о том, кто будет участвовать, а кто нет, у нас нет Да, собственно, оно, наверное, и не так важно Собственно, кто приедет, кто приедет 26 числа Тут и приедет А кто у нас, кстати, ездит на велосипеде постоянно? Известно про таких? Есть люди, которые... Я сейчас так не скажу Нет, понятно Несколько лет назад мы бы без труда назвали Потому что люди не популяризируют свою поездку, не рассказывают про себя Нет, на самом деле велосипед в целом стал, скажем так, более популярен даже за эти три года И он немножко вырос в плане статуса То есть тогда это только-только начиналось И сейчас уже конкретно видно, что велосипед не является каким-то маргинальным средством транспорта Это абсолютно полноценное транспортное средство На нем модно кататься Ну и самое главное, что это все-таки полезно для здоровья Поэтому многие люди, в том числе, как вы говорите, ВИПы, пересаживаются на велосипеды Просто, да, они это не афишируют, нигде там не пишут Соответственно, мы это, как бы, может быть, не знаем Но велосипеды у них есть Есть ли какие-то особые просьбы к людям, которые целой семьей? Ну, при этом, да Дети у них 12 плюс будут, да Как-то особо за ними следить За своими детьми и подростками В любом случае, это массовое мероприятие У нас там будет, конечно, огромное количество сотрудников полиции дежурить И по маршруту, и в месте сбора велосипедистов Но, тем не менее, если вы приедете с детьми несовершеннолетними Вы за них отвечаете Соответственно, держитесь где-то просто поближе У нас в любом случае, если кто-то потеряет Всегда можно подойти к ведущим И он по громкой связи объявит, что кто-то потерялся Найдите друг друга здесь, вот в этом месте, да, конкретно В последнее время большое распространение И получили, и продолжают получать так называемые еще средства индивидуальной мобильности Самокаты, электросамокаты, моноколеса Для них доступ закрыт только на велосипеде? Ну, у нас, мы не закрываем никому доступ Просто, видите, дело в том, что средства индивидуальной мобильности Туда велосипед тоже входит И велоаппарат все-таки нужен, в первую очередь, для того, чтобы обращать внимание чиновников на развитие инфраструктуры Вело пешеходные, ну, как бы, ну, вело теряет для всех, кто ездит на чем-то не на автомобиле, не на мотоцикле То есть это велодорожки, потому что на самокатах, на моноколесах, на всем остальном Точно так же люди ездят по велодорожкам, нам не запрещено это делать Поэтому, если приедут на самокатах, естественно, что, как бы, мы просто их поставим в конце колонны А потому что они вновь Нет, 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 никакой дискриминации нет Это просто безопасность, потому что все-таки Для них, да Да, для всех, потому что, в любом случае, все, что имеет какой-то дополнительный источник мощности Помимо движущей силы человека, это повышенная опасность Поэтому лучше поставить немножко сзади, чтобы, если что, были безопасности и они, и те, кто двигаются у них впереди Я просто, если, ну, с утра видел очередное видео, автомобилист снял электросамокатчика, который несется со скоростью под 80 км в час Да ладно, так, оно развивает, что ли, такую скорость электросамокатчика? Есть, 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 с мощными моторами, конечно, да, они уже приравниваются к мототранспорту Да, на самом деле, если мы эту тему затонули, то у нас есть ограничение 350 ватт, да, то есть до 350 ватт это еще можно двигаться как по пешеходным зонам 250 мы беседовали Да, 250 250 мы беседовали с Михаилом Рябовым, начальником отдела ГИБДД по Кирову, да, они 250 планок Вот, соответственно, эта мощность такая пороговая, то есть до нее, до превышения, можно ездить по тротуарам, по велосипедным дорожкам, то, что свыше, это уже, по сути, является Участник автомобильного движения, да? Да, и права нужны, да Права нужны Категория М, хотя бы, да, самая начальная Да, ну, это очень сложно отследить, потому что это же нигде не написано, плюс можно чиповать, разгонять мощность вот этих всех средств Поэтому вот мы хотим немножко так, это немножко, обезопасить всех и поставить отдельно Кто будет задавать, собственно, скорость движения, кого вначале вы выпускаете будете самостоятельно? Обгонять, кстати, можно ли? Друг друга можно обгонять? Да, какие рекомендации участникам не обгонять, не маневрировать? Начнем сначала, смотрите, в первых рядах будет двигаться я, плюс кто-то из первых лиц города И наши маршалы, как мы их называем, маршалы, это у нас такой велосудья, велопомощник на мероприятии, которые, ну, организатор, можно сказать Вот, который будет задавать скорость движения потока, потому что мы будем двигаться небыстро, ну, вот И этих ребят, нас в том числе, их нельзя будет обгонять То есть вы обгоните, то просто у вас сотрудник полиции или кто-то из нас догонит и попросит вернуться обратно в колонну Вот, в самой колонне, то есть мы двигаемся с интервалом, ну, примерно база, две велосипеды Для того, чтобы было время среагировать и что-то тормозить, вернуться от того, кто впереди затормозил Вот, и, собственно, как бы все, то есть просто едем соблюдая дистанцию, скоростной режим и уважаем других участников велопарада Ну, надо понимать, что если человек впервые поедет в такой большой колонне велосипедистов, то тут, ну, психологический настрой А куда, кстати, Дана Вич, в Кам? Лучше в конец или в начало колонны, или в серединку? На самом деле, значения не имеет, где ехать, но можно ехать просто, например, с края Чтобы хотя бы с одной стороны у вас было больше пространства, как вариант Поле опытное, понятно, что они будут там в любом месте чувствовать себя комфортно Светофоры ведь не будут отключаться, я просто не помню уже, как это происходит Нет, мы двигаемся уже не... Да, если светофор горит красным, то вы все равно будете упрещать этот перекресток, да, потому что будет перекрыто Ну, просто вдруг у человека сработает какая-то, да Рефлексия Ну, он остановится, колонны в обгоне, то садим, в струне полиции Ну, помнишь, можно либо ехать, либо... Да, ехать, цигель-цигель, давайте скорее, да, проедем, снова откроем движение Чтобы люди могли поехать на машину, в том числе В конце, на финише, у цирка какое-то мероприятие будет запланировано? Да, у нас там будет небольшая сцена, на ней будет ведущая И мы будем разыгрывать призы от наших партнеров и спонсоров То есть тут будет конкурс и на, соответственно, лучший костюм Вот, и проведем там небольшие спортивные состязания И, соответственно, просто между как раз вот теми, кто имеет номерки Будем разыгрывать рандомно те призы, которые у нас будут Кому, 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 кому повезет Кому что достанется Насколько ценные там призы, это же тоже немаловажная часть А кто, кстати, вас поддерживает? Чтобы заинтересовать, да, участников У нас активный сезон магазин, магазин «Велопрофи» из партнеров Именно то, что материально, да, вот, и партия «Новы Люди» Понятно, то есть они такие больше на молодежь рейтинг Понимаете, очень сжато было время, и, соответственно, кто успел открыть, мы все тех мы включили в партнеры У нас еще медиа-спонсоры, их можно озвучивать? Да, я думаю, что да, почему нет? Можно Радио «Энерджи», Радио «Юмор-ФМ» Да и мы об этом говорим, мы тоже, можно сказать, да У нас, к сожалению, не успели логотипнуть Но ничего страшного То есть у нас нет, это не коммерческое мероприятие, мы на этом ничего не зарабатываем Наша задача просто, в лучшем случае, вывести его в ноль, чтобы не вкладывать туда свои собственные средства Я, кстати, обнаружила здесь, разбирая наши бумаги, после ремонта у нас в студии был ремонт Документы, которые готовились в свое время еще там к первым велопарадам, к которым мы тоже там, да, отношения немножко имели Там есть разработки веломаршрутов по советскому району, еще что-то, могу отдать? Ну, можно посмотреть, вспомнить Раритетные вещи, да, да, да Ну, было бы логично, если велопарад, я думаю, что он пройдет все-таки успешно, да, и соберется немало людей Было бы логично следующий шаг некий делать, снова возвращаться к более активному обсуждению такого цивилизованного развития велодвижения в городе Немножко как-то подзатихло все в связи с ковидом На удивление, кстати, действительно, потому что из-за пандемии многие, когда вот тепло пришло, да, и люди боялись же ездить общественным транспортом Смотрите, в девятнадцатом году, когда ситуация началась, произошел коллапс в велосипедной индустрии, почему? Потому что спрос на велосипеды многократно превысил предложение А, поставок не было? Конечно, нет компаний, нет, тут не то, что... Нет? Нет, ну сначала там, да, там была проблема с тем, что китайские заводы закрылись, не развили компоненты для велосипедов Вот, но потом все это как бы нормализовалось Просто сейчас, к примеру, да, заводы такой известной фирмы Шимана Японская фирма Да, японская фирма, которая производит так, рыболовное оборудование, в первую очередь для велосипедов, то, что нам интересно Они, если не ошибаюсь, у них очередь на год или два вперед То есть компоненты этого года они будут производить только там через год или через два Колоссальная очередь, потому что... Это характерно и для автомобильной промышленности Японии, да, я знаю, там огромная очередь вперед Ну ладно, это так Это не только, это просто их частный пример, а так это во всех областях То есть сейчас есть дефицит велосипедов, дефицит компонентов, потому что это не связано ни с какими-то там санкциями, ни с чем То есть велосипеды не попали под санкции, это просто время Часть бренда попала, да, но средний сегмент, ну как производился и поставлялся, так и производится, это не проблема Проблема в том, что нечего просто привезти Спрос есть, а поставщик-производитель не могут обеспечить Не могут успеть просто, да, потому что, говорю, не успевает все делать Просто физически не успевает произвести то количество велосипедов, которые нужны на рынке Угу, так, ну то есть вот с этим была связана проблема такого небольшого там, не знаю, затухания, что ли, да? Затухания-то как раз и не было Нет, не было? На 2020 году просто все скупили Вот сейчас, например, даже, ну, часть велосипедов просто нет поставщиков, в принципе, просто нет Потому что в первую очередь снабжаются рынки Европы, Америки, там другие рынки, а мы по остаточному принципу получаем велосипеды, поэтому у нас... Мы говорим сейчас о велосипедах даже в самой доступной ценовой категории, это не какие-то там... Это средний, мы говорим, обороченные прям средний, средний сегмент А сколько, кстати, велосипед сейчас стоит? Вот средний сегмент, если взять Все подорожало, ну, 35-50 примерно 35-50 тысяч Такой просто более-менее нормальный велосипед, на котором можно было кататься несколько лет, и у него ничего не будет отваливаться Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, я Владимиру рассказывала, мы в прошлом часе говорили о безопасности детей, как я подростком на велосипеде Камы каталась не всегда аккуратно, а наши вообще российские велосипеды... Штурмовала крутой берег реки Вятки Вятки, да, вниз штурмовала Вот, а наши велосипеды те, что продаются в России сейчас и делаются в России, они насколько там... Или они только для новичков? Нет, они на самом деле частично производятся в России, потому что, ну, у нас производят рамы, там есть бренды такие, как стингеры, они там производят компоненты какие-то даже частичные, но все равно у нас пока нет полностью импортозамещения по компонентам, по нижней переключателям, по рамазам, по крышкам, по всему остальному То есть это огромная ниша, которая, ну, скажем так, она у нас пока нет Это если мы говорим про велосипеды, которые современной начинкой оснащены, а есть вообще велосипеды, которые без всего, ну, вот как в советском нашем детстве? Точно так же, там в любом случае есть втулки, в любом случае есть обода, спицы И это все сейчас интегрировано, да? Это все производится в Китае-Тайвань Понятно То есть Камы теперь это не Камский завод Сейчас потихонечку идут какие-то там движения по поводу того, чтобы зародить часть заводов и полный цикл производства на них, но это пока только... Пока только планы Может, я что-то не знаю на самом деле, могут вас комментарии поправить Если переходить, да, уже к каким-то более общим вещам, сопутствующим, к другим нюансам У меня такое подозрение возникает, что настала пора какой-то перезапуск, что ли, делать Версия 2.0.3.0, велодвижение в Кирове, ну, вот в связи со снятиями и ковидных ограничений, и других ограничений Есть соответствующие планы? Потому что действительно многое подзатихло, и многие уже подзабыли, что у нас есть активные люди На самом деле, планов у нас много, потому что мы в свое время делали анализ городской инфраструктуры, делались возможные маршруты, которые соединяли разные части города, просчитывали там, что нужно для того, чтобы эти маршруты осуществить С Филейки до Нововятской, я помню, да, обсуждалось еще не активно Мы говорим даже просто про простые, типа вот по московской соединить, это же метроград, например, и цены, попутные другие районы, которые находятся по пути То есть какие там есть проблемы, сколько там есть нарушений действующих этих самых норм строительства, ну, то есть информация есть не то, чтобы вся, но огромное количество наработок, которые в том числе лежат в администрации Ну, пока нет такого-то, какой-то политической воли для того, чтобы все это сдвинуло с места, это будут все точно так же только планы С предыдущим главой администрации, Ильичем Гриным, я помню, встречались Поживее там было все, да И сам Илья Вячеславович выезжал на велосипеде на обзорные, так скажем, прогулки по областному центру Обзорные, инспектирующие Инспектирующие, да, в том числе Там, да, было много интересных инициатив, хороших, правильных, к сожалению, но администрация их на вооружение не взяла, поэтому все-таки немножко так затихно Ну, а сейчас-то вот конкретно планы, возможно, этим летом что-то успеть Что, кстати, с проектом Велошкола? Внедрить, да, Велошкола, та же самая Мы ушли от проведения большого количества соревнований по внутренней причине на большее количество проведений именно туристических мероприятий То есть делал походов, делал уроков, вот, и мы запустили сайт Такая программа нашего предыдущего предыдущего Сайт называется bike-travel.express, велокиров.ru Там об этом идут на одну страничку, что он себя представляет Проект ориентирован на популяризацию велотуризма и подходит как для новичков, так и для опытных велосипедистов Вот я читаю этот заголовок, это он, да, bike-travel.space То есть его задача в чем? В том, чтобы когда человек покупает велосипед, да, то есть он, скажем так, еще не в велотусовке У меня там спортсменов, там, каких-то туристов знакомых Он не знает, куда поехать, как поехать, как подготовить велосипед, как подготовить себя Ну, это такой информационный ресурс То есть там потихонечку еще заполнили как раз вот этой информационной части Чтобы человек зашел, мог и просто доступными словами понять, что ему нужно купить, что ему нужно одеть, что ему нужно съесть, взять с собой Для того, чтобы поехать катаясь на велосипеде куда-то в выходной день И, соответственно, основная проблема это куда поехать Потому что у нас, хоть мы и делали в том году маркировки трех маршрутов То есть таблички быстро срываются Никто за этим, к сожалению, следить не может Поэтому у нас эра интернета, эра технологии Поэтому мы решили, что вот мы все эти маршруты, которые у нас существуют Мы будем просто наносить на сайт с описанием То есть там маршрут, что он себя включает Тут вкладочка такая есть специальная, маршруты Но пока что-то я не вижу, кликабельная она не видит А я попытаюсь сейчас А, есть, работает, да То есть вы можете зайти, выбрать маршрут выходного дня Исходя из своих потребностей То есть расстояние, сезонность, какие-то достопримечательности И по этому маршруту проехать То есть с помощью сайта, либо просто скачав себе на телефон маршрут Трек маршрута в формате GPX Там же есть фотографии к маршруту То есть можно посмотреть, какие там видовые места есть И мы постепенно на каждом маршруте дополнительно работаем Дополняя его описание и наполнивать Вот, ну это как бы часть этого проекта Вторая часть, это можно на этих маршрутах создавать мероприятие Если вы хотите покататься, но у вас нет компании Вы можете выбрать и создать и пригласить всех желающих Это прямо через сайт можно сделать, да? Да, да, да То есть все желающие могут присоединиться к вашему событию И вы поедете уже не в одиночку, а в компании, скажем так, единомышленников Потому что, видите, оказывается на проблема Человек, когда катается на велосипеде уже более-менее долго, опытно Ему с новичком, который едет медленно, тихо, ему ехать не интересно Вот, а как в этом случае быть новичкам? Как начинать пытаться? С кем вообще? Да, одному страшно Да, а тут есть трек, есть, соответственно, описание Вот, есть точки выхода с маршрута То есть там есть где-то остановки Мы называем точки эвакуации Точки выхода и точки входа Да, да, можно им воспользоваться И самое главное, можно объединиться с другими людьми в компанию И, соответственно, по этому маршруту поехать Но, помимо этого, мы еще делаем сейчас пока что Такие мероприятия с инструктором бесплатно То есть можно записаться И помимо того, что у вас соберется компания людей Вы можете взять еще опытный инструктор, который вас по этому маршруту поведет Вашей скоростью, тихонько, спокойно, аккуратно все рассказывает Ну вот, смотрю как раз, да, сейчас на сайте Самый продолжительный из тех, что я нашел Даже есть в Вятской Швейцарии В Нимда, да, более 300 километров Из областного центра Прямо на велосипедах Да, потому что там есть маршруты Бреветов Которые проходят у нас в Киевской области Бревет — это, скажем так, поездка по преимущественно асфальтированным дорогам На большого расстояния в лимит времени Понятно Вот, это такие сфоры любительские, не то чтобы соревнования Но очень близкие Мы собираем там все маршруты, которые, скажем так, проверены Которые актуальны, которые можно проехать На которых что-то есть интересное Ну и где можно покататься, говорю, в компании А, кстати, Григорий, культура Вообще культура сама поведения велосипедистов Поведение на дороге за последнее время Она изменилась, на ваш взгляд И я-то знаю, вы с ГИБДД в том числе продолжаете сотрудничать Да, и в рамках обучения Ну, в принципе, велосипедист становится кратно больше Больше, больше, но вот на мой взгляд Ну вот по-прежнему очень много таких негативных моментов От них никуда, к сожалению, не деться Потому что у нас нет никаких там обязательных Может и к лучшему условию пользования велосипедом Как правило дорожного движения Да, 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 чтобы получить права на велосипеде Только с правами ездить Страховку оформлять, регистрировать Да, да, потому что велосипед все равно Остается одним из самых простых и доступных Транспортных средств в городе Но при этом разговоры о том, что надо что-то сделать Мне кажется, в том числе и с велосипедистами Они ведутся постоянно Может быть, на экспертном уровне, на уровне водителей И на водительских форумах это точно обсуждается Ну, вы знаете, как что Пешеходы не любят кого? Томбилистов Томбилистов не любят пешеходов А велосипедистов всех не любят Больше всего не повезло в этом отношении Людям, которые и за рулем ездят, и пешком ходят Да и периодически еще и на велосипеде Под все удары попадают Если вы катаетесь аккуратно Если вы соблюдаете правила дорожного движения Уважение к другим участникам То, соответственно, вы негатив-то никак не получите Ну, всегда бывают какие-то исключения Но в массе своей поездка в любом случае будет комфортно И доставляет только удовольствие, а не негатив Я, между прочим, вот, простите Да, перебью, сталкиваюсь с тем Что часто довольно вижу сейчас велосипедистов на улице Которые руками сигнализируют Куда собираются поворачивать и прочее Там лет пять назад такого не было Значит, мы работаем не зря Просто, видите, мы проводим такие крупные велопоходы Дараи обратно, ежегодно Которые собирают каждый из походов по 100 человек Дараи это деревня такая Да, да, да Вот, ну, это Денис Репин у нас, единый организатор Мы просто ему помогаем технически Вот, соответственно, в рамках этих походов Мы всех людей, которые в них едут, мы проводим через специальные обучающие курсы Наши велошколы, которые обучают правильно двигаться в колонии Правильно реагировать на всевозможные ситуации на дорогах И соблюдать правила дорожного движения в первую очередь Вот, ввиду того, что каждый год через нас проходит как минимум 200 человек То с каждым годом, скажем так, культурных, опытных, правильных велосипед становится больше Вот, и надеюсь, что это все-таки как-то влияет и на тех, кто просто катается на велосипеде И смотрит на тех, кто ездит правильно Если, соответственно, может, хотя бы в голове проскальзывать, что, блин, может быть, не надо А тут через дверь вплошную, если, во-первых, не ехать, а хотя бы спешиться и перейти по пешеходному переходу А вот это, кстати, остается проблемой до сих пор, да, пересечения Как пешеходам на сигнал пешехода проезжей части Да, тут вроде хотели внести, ну, это опять на уровень пока слухов Изменение правила, что как бы не надо спешиваться будет Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл Поэтому все-таки, особенно касается нерегулированных пешеходных переходов Велосипедист, который подъезжает на скорости хотя бы 15 метров в час Это вы видите, просто глаза закрыл, глаза открыл Да, да, да А уже велосипед на капоте Вот тут просто, мне кажется, к сознательности Так же, как в первом части мы призывали, к сознательности людей, да И их личным, там, я не знаю, каким-то мыслям о собственной безопасности Потому что ведь твой велосипед, который, как мы выяснили, стоит от 30 до 50 даже самый средний По самому, можно сказать, скромному Извините, да Это не самое дорогое, это просто нормально В случае ДТП, там ушивать будет нечего, мне кажется Велосипед, ничего страшного Велосипед можно будет купить Нет, ну, понятно, что человек пострадает Это понятно, да Потому что все-таки машина, она весит там полторы тонны Тонны, да А вы вести вместе с велосипедом, ну, дай бог, если 150 килограмм 150 килограмм, да Вот, и зачастую, когда случаются такие ДТП Велосипедисты получают серьезные травмы Иногда, к сожалению, опять же, летальные Поэтому, когда вы двигаетесь на велосипеде Неважно, велосипед, самокат, моноколесо Там, все что угодно Вы, в первую очередь, должны думать о том, что За вашу безопасность отвечаете, в первую очередь, вы А не светофор, а не пешеходный переход Не знак запрещающий То есть, если вы выехали Даже, пускай, разрешающий знак Там, свет светофора На прежней части вас сбили То, как говорится, ну, светофор вам потом Руки ноги не вернёт Неправо, ну, да, да, не восстановит Мне нравится фраза, да, переходить дорогу надо Не тогда, когда зелёный свет горит А тогда, когда тебя пропускают Вот, и если мы говорим про системную проблему Это, да, про обучение То эти должны заниматься школой Не велошколой, а заниматься Здесь школа обычная, очень образовательная Да, обычная школа, где детям Просто в обязательном порядке должны объяснять Как правильно, не говорю про велосипед Это просто вести себя в городе И соблюдать право дорожных движений У меня всё больше зреет мысль Что надо преподаватель ОБЖ Как-то позвать всё-таки в студию Поговорить, а что там вообще в рамках курса Мы на самом деле в велошколу Зимой ездим по учебным заведениям Проводим там как раз такие уроки То есть, совместно с сотрудниками ГИБДД Объясняем, рассказываем Как правильно, безопасно вообще пользоваться велосипедом В том числе в городе Ну, и рассказываем про велосипед Про велодвижение, про велоспорт Но это мы делаем Мы не можем объехать все школы Мы не можем поислить каждый класс То есть, именно система уровня Должно быть просто в школе 60 почти школ у нас в областном центре Муниципальных, я имею в виду Скромными силами это не охватить Не успеть Но мне кажется, что преподаватель ОБЖ Вполне может поучаствовать В каком-то мероприятии У нас же у некоторых заведений Даже есть специальные автогородки Имитирующие город Просто, мне кажется, недостаточно Там говорят про пешеходов И водителей И, мне кажется, до сих пор И про то, с какой стороны Обходить припаркованный на остановке Общественный транспорт Ну, это как мне-то все нужно, правильно? Ну, конечно, да Но про велосипеды, мне кажется Там вообще даже мысли у многих не возникает Поговорить про то, как двигаться по городу На велосипеде У нас подошло время небольшой рекламы Да, мы сейчас на минутку прервемся И у нас еще будет время для того, чтобы продолжить разговор О велодвижении в нашем городе И о велопароде, который будет в ближайшее воскресенье 26 июня Григорий Францев, да, у нас в гостях Предстоитель Федерации велосипедного спорта Кировской области Тут мне вспомнилось, что вот эта пандемия, это затишье Тут еще один большой нюанс появился по части велосипедного движения Велосипедистов Это доставка Доставка Как доставщики зачастую безобразно ездят То есть те люди, для которых велосипед стал работой Я здесь наблюдал, этот человек просто воткнулся на велосипеде в припаркованную машину Боже, с ними Григорий, как-то вы сотрудничаете? Я вижу головная боль Да нет, нет Смотрите, просто зачастую в велодоставку приходят люди, которые не имеют к велодвижению, к велокомьюнити никакого отношения То есть некоторые вот по моим Они без своих велосипедов приходят, что ли? Некоторые даже без своих велосипедов Им выдают Да, у некоторых компаний есть, они выдают велосипеды Не будем говорить про их там уровень качества Не в этом А в том, что приходят люди, которые вообще к велосипедным движениям не имеют никакого отношения Для них это просто, правильно сказать, работа Ну да А соблюдение права дорожного движения, это уже, говорится, на совести каждого из них И у нас просто часть ребят, велосипедистов, они там работали, часть до сих пор работают Естественно, что не ездят по правилам дорожного движения Пытаются донести это до тех, кто их не соблюдает Но это носит рекомендательный характер Там влаги каждого за руку и говорят, что а я и так нельзя делать, это должны сотрудники ГИБДД Поэтому вот, тут естественно, что В чем большой плюс То, что доставщики работают нас и летом, и зимой Сейчас, едущий зимой велосипедист Не стал восприниматься Как нечто уникальное Потому что я посмотрел зимой, сейчас катается просто Огромное количество людей Там, ну в разы, да В несколько раз просто больше стало Людей, чем было пару лет назад Потому что любое количество, любое увеличение количества поездок Что летом, что зимой, он ведет к тому, что рано или поздно В любом случае мы будем вынуждены развивать Велоинфраструктуру Конечно, это просто, ну как вот Это не получится никак Ну активно сейчас у нас идет ремонт В том числе тротуаров в городе По федеральной программе Формирование комфортной городской среды Наверняка ведь вы предлагали в свое время И предлагали включать, предусматривать Какие-то вещи для велосипедистов Я слышала, кстати, про Карла Маркса Какой-то разговор, что на Карла Маркса В процессе вот этого ремонта появится велодорожка Это все разговоры Еще раз говорю, что у нас разговоров было Очень много Тысячи и больше Я уже устал считать даже, сколько мы раз ходили В администрации и доносили нужную информацию Собирали статистику и свалить даже специалистов Которые приезжали из Москвы И говорили, что нужно делать Но я думаю, что пока Видимо, не станет количество велосипедистов Настолько огромным Что просто уже с этим нужно было делать что-то прямо Сию секунду Наше руководство вряд ли об этом задумается Это уже как бы, ну опять же, не конкретно Наше руководство какое-то такое плохое Это просто тенденция всех городов Пока велосипедистов не становится слишком много Никто об этом не думает Когда становится слишком много Все начинают Браться за голову Думать, что же делать в экстренном порядке И так далее Да, у нас в этом плане хотя бы есть наработки То есть, когда до этого дойдет Мы скажем, что, ребят, а вот смотрите Вот это есть, вот это есть, вот это есть Можно сделать вот это Давайте делать Ну вот, поэтому мы сейчас в этом плане Выбираем такую ожидательную позицию И просто ждем, когда Ну все-таки нас позовут, скажут, что, ребят Давайте что-то делать Теперь, теперь, теперь вы нам нужны Давайте консультироваться У меня даже иногда опасения возникают Лишь бы сейчас велосипедисты не попали под эту горячую руку Потому что у нас же вот резко скакнули эти электросамокаты И сейчас обсуждаются всевозможные ограничения Запреты, да В отношении их там чуть ли не Давайте до 18 лет вообще не будем пускать за руль Электросамокаты Хорошо, представляете Сейчас вот, например, еженое время на дорогах будет 100 тысяч единиц Индивидуальных мобильных Индивидуальных мобильных Средствами Индивидуальной мобильности Да Мне это напоминает какой-то, сразу будет напоминать Шанхай Где непонятно как Вы представляете, а как Кто и каким образом Глава будет контролировать Мощность этих средств Есть 18 лет, нет 18 лет Получил ты права, не получил ты права Это просто нереально Антон Абатуров к нам присоединяется Президент Федерации велосипедного спорта Кировской области Антон, добрый день Антон, я знаю прям вот Где-то на каком-то мероприятии был Информационным как раз провел аппарат И успел до нас добежать У нас не очень много времени остается 7 минут, я не знаю Мы вроде бы в основном-то все сказали Мы про инфраструктуру говорим сейчас Для велосипедистов в Кирове И Григорий тут сказал о том, что зимой появилось больше людей Кто передвигается И это как-то вот, ну Уже сделало велосипедиста зимой привычным Там газу горожанина Я хотела спросить, а дороги стали лучше за последние 3 года чистить Для того, чтобы ездить на велосипеде зимой? Ну, дороги, если считать проезжую часть Ну, просто покрытие проезжей части стало лучше За счет федеральных программ Потому что их сделали Где-то тротуар сделали лучше Правда, сделали брусчаткой Вот, кстати, по поводу брусчатки Наверное, велосипедистам не очень нравится Брусчатка Потряхивает все-таки Да, волнами немножко идет Но это лучше, конечно, чем по ямам ехать Ну, конечно, это не схватит Да, у меня как дети на самокатах ездят по брусчатке Да, они сразу начинают Подожди, это самокаты портятся или брусчатка? Или дети? Люди, люди, которые едут на самокатах Да, но на самом деле у нас, как у велосипедистов, наверное, и активных горожан Какая-то есть основная такая претензия Центральная по ремонту тротуаров Это то, что не делают плавной съездки До сих пор? До сих пор, да Встречается вот вроде новая дорога, новый ремонт Ребят это усядет И бордюр сделает Давайте подождем А потом проходит год А оно не усело Да, ну вот никакие правила не требуют делать перепады Но почему-то их все делают, видимо, по привычке И нам не удается в корне эту ситуацию никому изменить И вот пока это остается Где-то точечно это происходит Где-то это вручную делается Напомни, пожалуйста, когда мы собирали Вот на Московской сколько было нарушений вот этих высотных? Там больше ста нарушений было Вот на Московской театральной площади до проспекта строителей А это как раз в маршрут, когда просматривали вот это? Это как раз проблемы стыковки, да? Да, да, стыковки То, что вот эти вот перепады Или там слишком резкие перепады Ну, большие углы резкие Либо бордюры вот эти там 10 сантиметров Я еще говорю, что это не касается только велосипедов Давайте такое Колясок касается Да, очень чувствуется, когда человек идет с коляской Каждый бордюрчик, каждая эта ямка Для людей пожилых, которые медленно передвигаются Для них тоже сложно преодолевать На самом деле, даже обычный человек, когда идет И им приходится каждые 15 метров спрыгивать вниз Потом добираться наверх Ну, это, знаете, утомляет довольно сильно А я сейчас подумала даже не про перепады Я сейчас подумала про то, что в этих вот перепадах и ямках Образуются лужи после дождей Самое-то интересное, что зачастую у нас на велосипеде В том числе на самокате Гораздо комфортнее перемещаться именно по дорогам общественного пользования Почему? Потому что там все ровно сейчас стало Ровно, ям, нет, все замечательно, все хорошо Но это определенные требования же тоже существуют Не в каждом возрасте ты можешь появляться, да, ведь Но несовершеннолетнему-то точно не взяли Я к тому, что почему нельзя делать тротуары Так, как делают дороги В плане того, что ровно и без перебадов Это же проходит все рядом Мы же говорили про это, да, по-моему, про улицу Ленина Что проезжая часть там прекрасная А там, где тротуар и лестница Вот эта старая часть как раз в районе центральной гостиницы Улицы Герцена Попробуй там по тротуару спустись или съесть Рядом идет абсолютно ровно, замечательная дорога с хорошим покрытием Ну, еще велосипедиста может на нее выехать Но мама-то с коляской точно нет Раз они это пытаются выехать Такое, на мой взгляд, знаете, такая цикличность жизни Когда ты взрослеешь, у тебя появляются дети Ты начинаешь их возить на коляске И чувствуешь все эти перепады и неровности Потом дети подрастают Они просят, пап, купи велосипед И ты вместе с ними на велосипеде преодолеваешь Эти все бури раки, реки раки Потом ты становишься пожилым И тебе трудно уже ходить Жизнь до одного тротуара Да, жизнь до одного тротуара Есть пример какой-то в России Который сейчас активно развивается Ну, про Альмекевск мы говорили, да Как про город велосипедистов Но за последнее время есть какие-то города Которые по этому пути пошли? Сейчас, на самом деле, очень такой нетипичный пример Это Южно-Сахаринск Там последние года три развивают Вообще пешеходную, велосипедную Все таким образом, чтобы сделать город безопасным для жителей А он с точки зрения рельефа похож на Киров или нет? Я пытаюсь понять, это Сахалин же остров, да? Ну, да, это в той стороне, ну, по сути, да, похож Там тоже есть какие-то холмы, плоские участки Какого-то там слишком отличающегося от нас Все города похожи тем, что там живут люди Не, ну просто Вологда, например, и Киров Это разные с точки зрения рельефа города, как мне кажется Ну, рельеф это второстепенная вещь Она, конечно, тоже много накладывает моментов Но в целом-то как бы... Не важно совершенно, да, для велоинфраструктуры? Нет, на самом деле, климат, рельеф, не знаю, там, доходы населения Или еще что-то, это никак, на самом деле, не влияет На то перемещаются люди на велосипеде Ходят они пешком, ездят на автомобиле Все люди, в любом случае, пешеходы в городе, все 100% Кто-то дополнительно на велосипеде ездит, кто-то еще на чем-то Но в любом городе можно сделать инфраструктуру удобной для перемещения людей Вопрос там, на какие средства, как качественно, как широко и везде ли Но в каком-то формате везде можно сделать, даже имея существующие средства Три минуты у нас остается до конца разговора Давайте к велопараду вернемся уже, собственно Мы собираемся с 8 до 9 утра у Большого глобуса Новоровского На парковке На парковке получаем номерки С 9 до 9.30 мы уже будем выстраиваться Поэтому просьба приехать пораньше, не опаздывать И в 9.30 мы организовываем колонны с перекрытием движения Поедем по улице Новоровского до цирка, через Октябрьский проспект У цирка мы финишируем, там у нас будут культурные программы 12+, напоминаю, еще возрастные ограничения для участников Это не соревнования, не надо гоняться Номерки нужны только для того, чтобы участвовать в розыгрыше призов Да, и еще у меня вопрос, который мы, по-моему, вначале не задали А люди, которые, например, к Большому глобусу не успеют Могут к вам по ходу маршрута присоединиться? Кто, например, живет, условно, в районе улицы Попова или Горького Можно присоединиться в любое время по ходу маршрута Просто вы будете ехать без номерка Без номерка, не получите его То есть номерки будут выдаваться только у глобуса, да? Заранее их взять нельзя Мы получим, надеюсь, что сегодня партию номерков И дополнительно на нашем сайте Byktravel.space анонсируем, где и каким образом Можно будет получить заранее А это если вы, например, на парковку не успеваете А едете с другой точки Это даже правильно, просто заранее получить И потом приехать уже с номерком Не отвлекать организаторов А это сэкономит нам время Да, и вам тоже Да, Григорий уже проговорил вещи в начале Требования, какие-то рекомендации, советы Участникам велопарада, может быть, Антон что-то еще добавит Ну, я хотел еще дополнить, не знаю, говорили или нет У нас еще будет конкурс на лучший костюм Да, да На самый необычный велосипед Так что, можете А, самый необычный велосипед Это мы не говорили Это мы не говорили Это мы не говорили Подождите, а вот сейчас человек, если хочет свой велосипед к велопараду украсить Ему что можно здесь покрасить его? Не знаю А нет, а что не запрещено-то? То есть он же не может там, наверное, какие-то, не знаю, фигурки на этот велосипед Ну, на самом деле Все, что угодно Чтобы не было опасности для других участков Лишь бы самому комфортно было ехать И чтобы эта опасность не представляла для окружающих Не было там сильно выступающих частей Что там правило трону Рыцарям с копьем не надо Не надо, понятно У нас как-то было на велопараде Да, у нас как-то на велопараде, по-моему, был в костюме летчика-человек И у него был впереди винт, который крутился Когда он ехал То есть это разрешено, это нормально Да, то есть там было все Держите дистанцию, главное Да, конечно Еще раз повторяем Восемь часов утра Площадка перед Большим глобусом Воскресенье Да, это воскресенье, 26 июня Начало сбора участников велопарада И завершение мероприятия запланировано на 10.30 примерно Это сам велопарад, а ведь еще культурная программа Да, мы финишируем где-то примерно 10-10.30 в этом диапазоне Ну и водителям надо еще раз напомнить Что по ходу движения маршрута будет ограничение Перекрытие движения Да, будет полное перекрытие, но оно будет верно То есть после прохождения колонны Сразу же будет движение Возобновляться будет То есть перекрывать будем в чистом времени полчаса где-то примерно Спасибо большое нашим гостям Григорий Францев, Антон Абатуров Про велопарад мы сегодня говорили Дневной разворот на этом завершаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok